Этим людям верить нельзя. Я знаю несколько случаев, когда тихо сливали, увольняли из театра. Чулпан Хаматова сбежала от Алвиса Херманиса в другой театр. Настоящий скандал. Такова тема нашего сегодняшнего 299 выпуска новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале Март Лайф. Напомним, что в 2022 году звезда сериала «Зулейха открывает глаза» заявила о своей эмиграции в Латвию, в Центральную Республику Прибалтики. В общем-то, пока я как-то в ней блутыхаюсь. В Риге народную артистку России под свое крыло взял главный режиссер нового рижского театра Алвис Херманис. Искусство – это не какой доброжелательный диалог. Правда, он поставил перед Чулпан Наилуны жесткое условие. Она должна как можно быстрее выучить латышский язык и играть на нем в его театре. Артистка пообещала сделать это в самое ближайшее время. Прошло уже два года, а ВОЗ и ныне там. Я ничего не поняла. Латышский язык оказался очень сложным для изучения. Вообще никто ничего не понимал. Я не поняла, что это было. В одном из недавних интервью Чулпан Наиловна признавалась, что использует Google для переводов. Я изначально не верила. В итоге терпение главного режиссера Рижского нового театра явно лопнуло. Я, конечно, самый последний подлец. Крупнейший не только в Латвии, но и в Прибалтике новостной портал Дельфи опубликовал статью с сенсационным названием. Хаматова уходит от Херманиса. На самом деле так и произошло. Что меняется в отношениях актрисы с Новым Рижским театром? И далее поясняется, что в распоряжении портала Дельфи появилась информация из двух независимых источников о том, что Чулпан Хаматова действительно уходит от Херманиса. Цели, задач, я не поняла результата. Да, вот так и есть. Народная артистка России тоже молчит. Мне нечего вам сказать. Журналистов тут же начали упрекать в том, что они сочиняют небылицы. Сообщение об уходе от Херманиса это явно чья-то злая шутка. У меня уже час. В общем, милые бронятся, только тешатся. Где же еще Хаматовой играть в Риге, кроме как не у Херманиса? В Рижский русский театр имени Чехова ее так и не позвали. У меня не было таких иллюзий. Когда-то в латвийской столице работал знаменитый на весь Советский Союз Рижский тюз. Однако власти его закрыли и актеры разъехались кто куда. Так куда же пропала Чулпан Наиловна? Это очень тонкая тема, особенно здесь. Что ее ждет впереди? Латвийские порталы сообщили сенсационную новость. В сентябре в этом национальном театре, который находится в самом центре Риги, выпускается спектакль «Записки безумца». В этой новой постановке будет играть Чулпан Хаматова. Меня это страшно занимает. Причем эта новость вызвала невероятный скандал. Один только заголовок на портале пресс.лв. Такого не было даже в советское время. Латыши шокированы русской постановкой на сцене Латышского национального театра. Как выяснилось, этот театр пошел на беспрецедентный шаг. Известный российский режиссер Дмитрий Крымов ставит пьесу на русском языке. Может быть и можно. О боже! Такого даже не было в советское время, чтобы на сцене Латышского театра звучала русская речь. Деятели культуры подняли жуткий шум. Вот в частности и Аланта Кублинская, вдова известного латышского композитора Александра Кублинского. Извините, но мы процитируем слова Иоланта Кублинской буквально дословно. Все национальное самосознание сейчас у нас в анусе. Комментаторы иронично пишут, надеемся, Чулпан Наиловна Хаматова вместе с труппой латышского национального театра сможет вспомнить свой родной русский язык, который она явно забыла, играя на латышском у Алвиса Хермениса в Рижском новом театре. Я не думаю сейчас об этом. Ирония, конечно, налицо. Поскольку Чулпан Наиловна, по ее собственному уже признанию, действительно так и не смогла выучить латышский. Так не бывает, чтобы так быстро... Ситуация напоминает банку с пауками. Судя по всему, руководство латышского национального театра в полном восторге от того, что смогло переманить саму Чулпан Хаматову у Алвиса Хермениса. Хищники. Это хищники по лицам. Ради такой подставы, пишут комментаторы, можно перейти на любой язык, хоть на русский, хоть на китайский. Один из них иронично написал, что, судя по всему, руководство латышского театра даже совершенно не волнует, что у Дмитрия Крымова провокационная фамилия Крымов. А еще, о боже, выяснилась такая деталь. Оказывается, спектакль ставится при поддержке английского фонда, который занимается развитием и сохранением русской культуры в различных странах мира. Вдова латвийского композитора Александра Кубринского и Аланта негодуют. Я не понимаю, почему этот великобританский фонд занимается сохранением и развитием русской культуры именно в Латвии. Что ж, ответ тут очевиден. Кто платит, тот и заказывает музыку. Сугубо латышский национальный театр наверняка получил весьма приятную кругленькую сумму. Один из комментаторов написал, да, правы были те, кто говорил, что Херманис поматросит Хаматову и бросит. Главного режиссера Рижского нового театра сегодня как только не называют. Подонок, это еще мягко сказано. А кто-то из комментаторов написал так, пусть этот Херманис сейчас чешет репу или свой на букву Х, пытаясь привлечь публику в свой никому не нужный театр. Некоторые делают шутку, шутки про мою фамилию. Херманис. В любом случае ясно, что сегодня Чулпан Наиловна Хаматова может вздохнуть с облегчением. Даже в Риге она может спокойно играть на великом и могучем русском языке. Русская культура всегда во мне. Она от меня не убежит и никуда не денется, к счастью. Что ж, остается только дождаться с сентября, потому что всякое может случиться. Сталинские методы сведения счетов. Кто знает, может быть из-за нынешней волны безумного хейта спектакль записки безумца возьмут и отменят. Или, как говорят в Европе на английском, cancel Russia culture. Я общаюсь с теми людьми, у которых есть голова на плечах. Ну а пока, как пишут латвийские СМИ, Чулпан Наиловна набирается сил перед новым театральным сезоном. Посмотрим. Я не знаю, посмотрим. Итак, многоуважаемые зрители, вы смотрели очередной 299 выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале Март Лайф. Тема выпуска такая. Чулпан Хаматова сбежала от Алвиса Херманиса в другой театр. Все время находимся на границах разных. Настоящий скандал. А так мы, конечно, постоянно спорим. Как всегда, напоминаем, что вы находитесь на канале Март Лайф. У нас много других видео на самые разные темы. Смотрите их, отсылайте друзьям и знакомым. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Высказывайте свое мнение. Задавайте вопросы, мы обязательно на них ответим. Кстати, на нашем канале немало сюжетов, посвященных театру. Есть видео и о Чулпан Хаматовой, и о Алвисе Херманисе, ну и так далее. Смотрите на нашем канале Март Лайф. До следующих встреч, друзья. Всем привет. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok